Новый законопроект объединяет действующее законодательство в сфере семьи и детства и основан на принципах адресности и нуждаемости. В 2017 году его финансирование составит полтора миллиарда рублей. Этот объем средств позволил не только сохранить действующие, но и ввести новые меры поддержки семьи с детьми. Мы для многодетных семей увеличили возраст детей не до 18, а до 21 года, когда речь идет о мерах соцподдержки за лично-коммунальные услуги. Именно эта норма была обозначена как одна из самых востребованных, что мы и смогли сделать. Кроме того, областные парламентарии поддержали инициативу правительства региона и продлили действия регионального материнского капитала. Ранее его выплата была ограничена в 2016 году. А значит, средства на выплату матерям, родившим, усыновившим или взявшим на воспитание третьего или последующего ребенка 50 тысяч рублей будут выплачиваться и дальше. Эти деньги, в отличие от федеральных, можно потратить на личные нужды. На 30% увеличивается ежемесячная денежная выплата на приобретение дров многодетным семьям. До 213 рублей вырастет материальная помощь из областного бюджета на приобретение дров семьям с несовершеннолетними детьми, где оба родителя или одинокий родитель являются инвалидами. Несмотря на то, что вроде бы незначительно, но тем не менее, мы увеличили премию, признательность региональную за достойное воспитание детей. С одной стороны, это 10 тысяч рублей, но с другой стороны, это практически в два раза больше, чем действующая сегодня норма. Новый закон вводит принцип нуждаемости при предоставлении компенсации родителям детей, которые не посещают детские сады, и многодетным семьям за питание и проезд к месту обучения и ежегодный выплат на одежду. Согласительная комиссия определила, что указанные меры соцподдержки получат те семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превысит полтора прожиточных минимума. Сегодня эта сумма составляет около 20 тысяч рублей. В числе новых мер поддержки единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет включительно. Несмотря на то, что закон принят только сейчас, по инициативе региональных властей молодые мамы получают эту выплату с начала 2016 года. На эти цели выделено 37 миллионов рублей.